Так, коллеги, я вас приветствую. У меня вот такой доклад «Системовоследеятельностный подход для создания моделей компетенции в образовании». Я хотел поговорить с вами о моделях компетенций, о том, что формируются они, конечно, из наших представлений о том, каким должен быть идеальный выпускник. И это такое сложное действие, сложное воображение того, как, собственно, должен быть устроен идеальный выпускник, как он будет действовать в идеальном мире, куда он потом выходит после обучения. И, значит, сама модель компетенций как-то будет влиять на такие простые вещи, которыми мы все занимаемся в системе образования, то есть формируют учебный план, календарные учебные графики и так далее. И можно, в общем, сделать такой рисуночек мультяшный о том, как модели компетенций влияют на учебные планы, влияют на сам мир деятельности. И, конечно, само такое действие создания вот этого идеального выпускника сталкивается, когда неизбежно с реальностью жизни она проблематизирует систему образования. То есть вот этот шестирукий идеальный выпускник так ли идеален и так ли он приспособлен и осредственен к работе в том мире, который у каждого сейчас за окном. Ну, наши коллеги, которые давно занимаются компетентностными моделями, указывают, что, в общем, можно поставить знак равенства между моделью компетенции и моделью содержания образования. Кому как будет нравиться, потому что для нас важно, что вот модель содержания образования, она как раз отвечает на вопрос, чему учить. Как учить? Ну, мы знаем, что сами подходы, форматы в истории человечества, конечно же, менялись. Простейшая такая модель содержания образования или модель компетенций есть, например, у Карла Маркса. Он в своей работе инструкция делегатам Центрального Совета по отдельным вопросам, который написан 150 лет назад, он пишет под образованием, мы понимаем три вещи. Умственное, физическое, такое, которое дается в гимнастических школах военными упражнениями, и техническое обучение или политехническое, как в других переводах, которое знакомится с основными принципами всех процессов производства, всех процессов производства, и одновременно дает ребенку или подростку навыки общения с простейшими орудиями всех производств. Надо сказать, что, конечно, Карл Маркс базирует эту модель образования в том числе на идее общественного и бесплатного образования всех детей и государственного финансирования школьного образования, которое было закреплено у него в манифесте Коммунистической партии в 1948 году. Это наряду с отменой правонаследования, захватом всех земельных участков, находящихся в собственности граждан, и переходом в общественную собственность. И, в свою очередь, эти базовые идеи коррелируют с господствующей в начале XIX века необходимостью строительства немецкой системы государственного образования. Фихта в речах немецкой нации говорил о ней так. Так, образование должно быть направлено на уничтожение свободной воли ученика так, чтобы после него ученики были не в состоянии на протяжении всей своей жизни мыслить или действовать иначе, чем хотелось бы их школьным учителям. Мне хочется построить некий таймлайн или логическую цепочку, которая начиналась бы с того, как мы понимаем мир, ну, например, как понимали его во времена Маркса, как понимаем мы социально-экономические процессы, общественные устройства, как мы понимаем природу мышления, познание и так далее, процессы передачи знаний. И от этого пойти вот к неким моделям знаний и компетенций, к содержанию образования и понаблюдать с вами вместе эти изменения в истории философии и истории педагогики. Если рисовать эту воображаемую линию, то мы, наверное, должны начать с Афинской школы, с Платоновской академии, которая просуществовала с 400-го года до Рождества Христова до 400-х годов нашего времени, когда все философские школы были закрыты указом императора Юстиниана. В то время под мышлением, это видно на слайде, понималось то, что вдыхается. Но то, что вдыхается, или то, что выдыхают боги на Олимпе. Такое же, как вот буквы должно это быть на восковой табличке, грамотеон, на которых нет букв. Буква – это граминон. Это как раз то, что происходит с вздохом идей, или с вдохом идей. А носитель мышления понимался, как чистая восковая доска. То, что потом Бекон назовет табула раса. Греками это понимается, как дух отдельный, несчастный, то есть несоединенный ни с чем, и чистый. Это тот самый дух по-немецки и по-русски, который нами сейчас понимается как гейст. Мы его узнаем в словах полтергейст и духи, или духи. И вот яростный дух воинский, чувство, восприятие, память, представление Аристотеля хранятся в сенсориуме, сердце. И с этими представлениями существует Афинская школа и Платоновская академия. Это довольно странные с точки зрения современного человека представления о вдыхаемой глазами визуальной пневме в воздухе. И эти именно представления через тысячу лет ложатся в основу схоластической европейской картины мира. В ней переинтерпретируются и сохраняются еще тысячу лет. Исключительно на латыни. По мнению европейских университетов, разум и ощущения протекают через желудочки мозга в память. И этому мешает, например, червь, расположенный в голове. На вопрос, где и какое мышление нужно развивать, древнегреческие философы отвечают в сердце, а пишущие на латыни схоласты от слова «школа» рисуют, что в голове. Декарт считает, что шерстковидная железа в мозге наполнена духами животных, которые доставляются к ней через множество окружающих ее мелких артерий. Вот такого рода компетенции передавались в европейских университетах, ну и, в общем, вот в средневековой Европе. Кант более сложно понимал мышление. Это мышление немецкой классической философии, рожденное чистым «я». Это мысли без образов. То есть, если вот схоласты опирались на визуальную пневму, то, значит, немецкая классическая философия, Фихте, Шеллен, Дедель показывают, что есть мысли без образов. Греки так не могли думать, римляне так думать не могли. И Маркс, ну и его последователи указывают нам, что, наверное, мышление больше существует в деятельности, создает деятельностную картину мира. Ну, уже и вот наши современники, которым можно отнести Выгодского и Михаила Бахтина, представители современной англо-американской традиции философии, показывают, что мышление живет в языке и коммуникации. И здесь я хотел бы как раз отметить, что то, как мы понимаем мышление, мы так и строим процесс образования. Не надо думать, что в Платоновской школе был какой-то содержательный учебный план. Сейчас я это буду показывать. Там не было формальной учебной программы. То, что мы понимаем под схоластической традицией и университетами того времени, они основаны на тривии и квадриуме. То есть, простых каких-то вещах, которые передаются студентам богословских школ. Новые представления мышления, в том числе работы Лейбница в франкоязычном секторе человеческой истории, вот создают инженерные школы. А уже, значит, идеи Канта и немецкого идеализма порождают исследовательский университет Гумбольдтовский. Хочется сказать, что здесь те модели компетенции, которые создаются, они создаются на определенном языке и в определенном человеческом регионе, историческом, страновом. И потом уже импортируются в соседние или дальние страны. Поэтому сейчас, когда мы рассуждаем о модели компетенции, конечно, нам тяжело. Мы должны либо признавать, что мы импортируем какие-то представления о деятельности и мышлении, не создаем никаких своих новых или не развиваем свои существующие. Или мы должны продолжать наблюдать и рефлектировать эту картину истории человечества, в которой вместе с представлениями мышления порождаются представления о деятельности. Вот Дэвид Скотт в свое время, в 2000 году, рисует зависимость индустриальных периодизаций и моделей университетов и называет их университет веры, университет разума, университет коммуникаций. Такую работу делал Владимир Никитин в 2005 году. Павел Лукша, который будет выступать следом за мной, тоже отмечал некие периоды в истории образования и, соответственно, порождаемые ими модели деятельности и модели компетенции. В работе Андрея Волкова и Петра Георгиевича Дровицкого такая вот схематизация истории человечества показана как смена доминирующих картин мира. Бакминстер Фуллер рисовал историю, как такую историю сжатия планеты, когда расстояние, которое человек может преодолеть или коммуникацию, которую может человек вести, уменьшается с годами, ну вот, кстати, на графике показан в том числе и рост населения земного шара. Самая известная, конечно, периодизация, она преподается в школе в современной, это социальная теория Карла Маркса, опять-таки. То есть он говорит о первобытном строе, феодализме, самодержавии, буржуазии, диктатуре пролетариата и собирался прийти к Всемирному социалистическому союзу трудящихся. Хорошая очень периодизация есть у Джованни Ориги и Фернана Бродели. Здесь показана периодизация Броделя, а следующая это системные циклы накопления Ориги. Если вы на них посмотрите, то вы увидите, что... Может быть, разным. Главное, чтобы они как-то если вы посмотрите на них, то вы увидите, что они в целом совпадают с теми циклами доминирования философских языков в мире, которые я показывал. То есть вот греческий мир античный, он еще сюда не попал, а латинский вполне соотносим с генуэзским циклом рождения национальных философских моделей немецкой и французской и английской Бекона совпадают с голландским и британским циклом накопления и немецкий сектор порождает в том числе ну такой более-менее современный капитализм, который, конечно, сменяется англо-американской такой, ну вот, как Ориги пишет, фаза финансовой экспансии. я пробовал наложить их друг на друга, такие периодизации обычно не совпадают, но сама идея того, что один период сменяет другой вместе с определенной философской школой, которая формирует некие представления мышления, он имеет право на существование. Вот на этом графике показаны уровни производительности труда в Европе и США в течение последних 500-600 лет. Я рисовал это на основе данных британского экономиста Энгуса Мэдисона и можно отметить, что латинский католический сектор с крупными университетами с эпицентром в Италии он предполагал, что валовый внутренний продукт на душу населения при той модели, как мы видим мир и, как мы понимаем, компетенции, которыми нужно снабдить участников такой вот социально-экономической кооперации, в то время давал валовый внутренний продукт на душ населения 1400-1750 долларов. В сопоставимых с нынешними ценах. Это цены 95-го года. В Голландии рывок в два раза в 17-м веке наступает, и вот до 19-го века Голландия, которая собирает в себе самые интересные представления того времени, 1800-2600 долларов на душу населения. Англия снова рывок в два раза 5500 в середине 19-го века. В 20-м веке доминирует англо-американская, как мы говорили с вами, картина мира социально-экономическая и философская. И это 5500-10 тысяч долларов на душу населения. Соответственно, те системы деятельности, которые существуют в этих странах, они как бы составляют совокупность неких предприятий, фирм. И там уже не такой показатель играет роль, как душа населения, а играет роль показатель занятого в экономике. И вот занятые в экономике, если считать, что остальные дети и пенсионеры, они примерно составляют 50% от общества в целом. И вот в итальянском обществе, значит, в Италии занятый предприятие делал выработку 2800-3500 долларов на себя, на одного работника. В Голландии это примерно 5000, там, 4-5 тысяч долларов. В Англии 19 века 5-11. В США начало 20-го 11-20 на одного работника. Значит, и дальше на одного работника в США в начале 60-х годов достиг этот показатель 75 тысяч долларов. К 2000-м годам, ну, то есть, к нашему современному времени, 100 тысяч долларов на одного занятого в экономике. Если брать новые индустрии, то в среднем в новых индустриях, которые касаются отраслей таких, как телевидение, визуальное искусство, газеты, журналы, рекламы, архитектура, книги, гейминг, кино и так далее, это примерно 76 тысяч долларов на одного занятого. это график из книги Ричарда Флориды создания креативного класса, то есть, создающего класса, нового класса, который создает новую экономику. Значит, я вам сказал, да, то есть, это 100 тысяч долларов примерно на одного занятого, и, ну, вот, в таких странах, как Германия, например, выручка на одного сотрудника примерно там 120 тысяч, в США даже 140 тысяч иногда в среднем, ну, в России, к сожалению, это 27 тысяч долларов на одного сотрудника, потому что ВВП на душ населения сейчас находится в районе 13 тысяч долларов. Значит, ну, и мы можем посмотреть другие компании, как вообще на этом фоне развиваются, что дает как бы система образования системам деятельности. Вот компания IBM пережила в 60-е годы такой взлет, что, значит, выручка на одного сотрудника сейчас в компании IBM больше 250 тысяч долларов. Это компания IBM, которая производит компьютеры. Ее недавно приобрела другая компания, которая делает компьютеры в Китае. Значит, а вот Microsoft на душу населения сейчас производит, на одного занятого в компании производит больше 750 тысяч долларов, а компания Apple больше миллиона долларов на одного сотрудника. Ну, и вот здесь график, который показывает те компании, которые зарабатывают больше миллиона долларов на одного сотрудника и участвуют в биржевом листинге. То есть, мы видим, что Facebook это более трех миллионов долларов, Netflix тоже примерно к четырем, красным указаны компании, которые более-менее работают в России, ну, так можно их наблюдать, но они к сожалению все находятся в группе, которая зарабатывает меньше миллиона долларов на одного сотрудника, а вы помните, что значит средний показатель выручки на одного сотрудника по Российской Федерации, я вам говорил, 27 тысяч долларов. А в экономиках другого типа существуют компании, которые 500 тысяч долларов на одного сотрудника, в 20 раз больше, 600, 700, миллион, два и так далее. Это такой старый слайд, как сейчас работают предприятия в экономике других стран. Ну, и вот мы когда на это смотрим, мы понимаем, что в Чечне, например, Ингушетии, Крыму сейчас экономика в таком состоянии находится, в котором находилась экономика генуэзских республик, до 2 тысяч долларов на человека ВВП. В Тыве, Карачаево, Черкесии, Ивановской области, Бурятии, там экономика такая, какая была в Голландии, то есть от 2 до 3 тысяч долларов на душу населения. Основное население в Российской Федерации, то есть Кемеровская, Саратовская область, Дагестан, Омская, Калужская, Мариел находятся в состоянии, в котором находилась Англия в середине 19 века. Значит, самые производительные регионы, Томская область, Свердловская, Татарстан, Ленинградская, Санкт-Петербург, экономика, как в начале 20 века устроена. И, в общем, это свидетельствует, это единственный показатель вообще развития системы образования. 71% опрошенных жителей в России верят в гороскопы, треть жертв банковских мошенников, а их сотни тысяч, выпускники советской системы всеобщего образования, старши 60 лет, окончившие школу в благополучные 70-е годы. 40% их в возрасте от 30 до 50 лет. Из 70 миллионов работающих в стране, из них почти 27 миллионов с высшим и средним профессиональным образованием, только 5 миллионов человек имеют доход свыше 1300 долларов, 100 тысяч рублей. а свыше 250 тысяч рублей, 3000 долларов, получают всего 567 тысяч человек, меньше одного процента. Тогда, как, например, в США треть населения страны, 111 миллионов жителей, до уплаты налогов, в среднем получают 4000 долларов в месяц. На 1000 долларов больше, чем в среднем самые богатые в Российской Федерации. И хочется сказать, собственно, что есть мышление в этом случае. И мышление мы можем определить как поколенческий процесс коллективной рефлексии, истории, кооперации между людьми и создания любых искусственных орудий и средств, повышающих эффективность и производительность коммуникации и деятельности. В итоге которые влияют на валовый внутренний продукт страны, которые в итоге влияют на богатство жителей страны. И если Маркс считал, что экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда, то мы должны считать, что экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, что понимаются с подумственными способностями человека? Как описываются процессы познания, образования и развития мышления? Какие используются средства для технологизации мыследеятельности? Какие используются средства для повышения эффективности и производительности деятельности? Мне бы, наверное, даже хотелось бы здесь остановиться. Да, я вот в этом треке... Слышно меня, да, Максим? Я в этом треке работаю модератором чата, и понятно, что очень интересный фактически материал, объемный, но очень трудно людям соотнести это с фокусировками конференции. Как вот это связано, с одной стороны, с рамкой непрерывности, то есть что для вас в этом смысле непрерывность образования, как бы вот относительно этого текста, и с экосистемностью, которую мы начали обсуждать. Вот нужно ли вам вообще для вашего вот такого размышления об образовании рамки непрерывности и экосистемности? Если нужны, то в чем они? Это как бы одна группа вопросов. Да, ну и можно сразу вторая. А вторая, поскольку вы начали с идеального образа, значит, ну модели выпускника, то там группа вопросов, связанная с моделью выпускника и компетентностями. Откуда берется нарезка эти компетентности, не будет ли вкусовщины и так далее? Вот два вопроса. Про компетентность и про непрерывность экосистемности. Ну давайте я сначала отвечу про компетентности. То есть мне здесь хочется сделать акцент на том, что современные модели компетенции и современное содержание образования берется откуда? Оно берется сейчас из федеральных государственных стандартов. А во всем мире оно берется из представлений философов и философских школ. И в этом есть, с одной стороны, риски, системы образования, которые устроены таким образом, когда несколько разных школ решают, а что является моделью образования. И с этой моделью происходит обучение детей и взрослых. Ну тоже в непрерывном процессе, если хотите. Но какие-то модели уходят вместе, представляете, с целым языком, в которых они описаны. То есть вот греческая модель полностью уходит и становится как бы банкротством, банкротом и исчезает из пространства представлений о мышлении и о деятельности. Или, например, латинский сектор. Существует 800 лет, но ему на смену приходят новые представления, и они вытесняют представления, которые были господствующими в богословских университетах относительно того, как устроено мышление и процессы мышления. Ну мы с вами там читали. Декарт считал, что идеи вдыхают и духи живут в мозге. Проникают по венам. Конечно, какие-то представления у нас сохраняются в разных дисциплинах. Там нейропсихологи что-то продолжают использовать. В медицине много сохраняется латинских терминов. Но базово уходит модель полностью. Приходит новая Гумбольтовского университета. Но более свободный, более ориентированный на социально-экономические отношения. Англо-американский подход к созданию университетов позволяет построить совершенно другую систему образования. А немецкая модель вместе с крахом фашистской Германии полностью уходит как бы из современного дискурса. Хотя в Советском Союзе прекрасно остается, существует и, по-моему, дальше будет продолжать транслироваться. Я, наверное, не ответил на вопрос, да? Татьяна, я не слышу. Татьяна Михайловна, я думаю, что мы попросим Максима все-таки двигаться к завершению своего выступления. Я потом скажу об изменении нашего трека, что там произошло. Но в любом случае, Максим, мы, конечно, времени вам намного больше дали. Я думаю, что надо как-то продвигаться. Чуть, может быть, скорее на каких-то деталях останавливаться, чуть меньше. Давайте более рамочные. Ну да, а потом на какие-то вопросы ты в чате ответишь, потому что там прям конкретный вопрос. Значит, я хочу продолжить утверждать, что мы не можем просто так взять и импортировать афинскую или вальдорфскую школу. Исследовательский или технологический университет. Не можем оперировать даже теми понятиями, которые создаются в других философских секторах. То есть, например, понятно, почему в европейской или мировой системе модели компетенции появляется коммуникация. Потому что в этот момент, в 50-е годы философы начинают уделять большое внимание коммуникации. Понятно, почему там есть навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями. Потому что в то время и в том месте эти технологии являются актуальными. Для нашей страны нет. Мир бежит вперед, делает языковой выбор и есть риск создавать собственную интерпретацию мышления на базе этих представлений и оказываться там, где мы сейчас находимся. Или строить собственную модель компетенции и содержания образования. на мой взгляд в Советском Союзе была создана неплохая модель компетенций, которая может быть положена в модель, являющаяся содержанием образования. Мы прекрасно знаем, вот во всяком случае я вижу людей, с которыми я общаюсь про рабочую схему мыследеятельности, которая описана в работе Георгия Петровича Дровицкого «Схема мыследеятельности системно-структурное строение смысла содержания». В 61-м году в ММК была поставлена задача выделить и выразить в обобщенных правилах мышления, его приемы и способы, его технологию, выделить мыслительные операции для изменения характера учебного процесса и для предельной его рационализации. И, в общем, вот в схеме мыследеятельности выделено пять процессов. Это мыследействие, мыслекоммуникация, понимание, рефлексия и чистое мышление. Четыре режима схематизация, объективация, позиционирование, проблематизация. они лежат поверх тех процессов, которые я назвал раньше, и именно их есть смысл обсуждать, потому что именно их есть смысл включать в систему общего образования, в процессы преподавания, обучения. Потому что что такое схематизация? Это работа, в том числе, с математическими знаками. Это построение языковых схем, работа с риторикой, с речью. Это в том числе чертежи, сложные схемы, времени, таймлайны, организационных структур, чертежи деталей, чертежи сложных систем, которые могут применяться при построении бизнесов, предприятий, схемы бизнес-процессов и так далее. Что такое позиционирование, проблематизация, объективация? Это все те понятия, которые необходимо уточнять и думать о том, как, собственно, их включать в учебный процесс. И есть шесть типов мышления, которые выделяют сейчас последователи московского методологического кружка. Это конструирование, исследование, проектирование, программирование, критика в философском смысле. То есть в философском смысле это суровый разбор. Это греческое слово. И онтологическая работа. Это создание, ну, по сути дела, новых слов, новых представлений. Это та работа, которую всегда ведут исследователи, создавая такие конструкции смысловые, как атом, молекулы. То есть их же, ну, в общем, не было никогда, а исследователь их увидел, назвал, и эти слова вошли в такой общеупотребительный речевой оборот. И вот этому, конечно, нужно учить детей. И так выстраивать образовательную программу, чтобы дети выходили конструкторами, исследователями, проектировщиками, программистами, тоже в философском смысле, то есть понимали, какие действия приводят к каким последствиям. Разборщики в том смысле, что критики сложных таких конструкций мышления, потому что, например, Кант, когда писал критику чистого разума или критику практического разума, он делал обзор того, как устроено мышление, такой обзор интеллигибельных объектов философских. Ну вот, исследователи, они такие больше, естественно, научные объекты разбирают и собирают в такие тоже сложные модели, а философы разбирают модели мышления. Ну и надо понимать, что все эти типы, они устроены очень похожим образом. выпускник должен уметь разделять модели действительности, если хотите, разбирать модели действительности и собирать их в новые. И мы, конечно, не можем не сказать, что сам процесс образования происходит только по сопричастности к совместной, а на сегодняшний день высокоинновационной коллективной деятельности. Развитием компетенций следует считать процесс понимания и вхождения внутрь высокоразвитых деятельностей, внутрь высокоприбыльных сложных систем международной кооперации, внутрь различных бизнесов, стартапов и франшиз. Основным показателем развития образования является текущая оценка зрелости региональных экономик доли ВРП на одного занятого, а также в принципе количество занятых в частном и акционерном секторах экономики. Процесс обучения, сам процесс обучения, это путь по вхождению в мировую систему экономики. Процесс бесконечного числа попыток создания компании на сегодняшний день, я подчеркиваю, с выручкой от одного миллиона долларов на сотрудника. Я на этом закончу. Спасибо большое, Максим. Коллеги, у нас был интересный доклад, он сильно проблематизирует ту тематику, которую мы начали обсуждать, и немного уводит нас в другую сторону, в другое русло обсуждений, но я думаю, что он действительно актуален, потому что, если я правильно вас услышала, Максим, вы говорите о том, что мы не можем не учитывать вот все эти показатели при разработке модели выпускника и школы, и вуза, потому что, если мы не задаем вот этот вектор дальнейшей успешности, способности себя, сейчас плохо скажу для нас образованцев, правильно продавать себя на этом рынке, уметь зарабатывать, не закладываем эти компетенции, то, в общем-то, мы ставим выпускника в позицию возможной неуспешности. Вопрос, наверное, поэтому... Да, ну, я чуть мягче сказала, вы тут более показателями, нас цифрами, конечно, задавили, а так как мы больше все сидящие здесь за экраном образованцы, то мы, как вы понимаете, на это реагируем очень болезненно, поэтому Татьяна Михайловна даже задала вектор, так сказать, возможного вашего ухода вот на ту модель компетенции, которая, в общем-то, изначально и планировалась к обсуждению. Вот, Максим, вопрос, прежде чем, от меня, наверное, как от модератора, прежде чем я зачитаю вопросы с чата, вот что же такого нам надо изменить вот в этой существующей на данный момент модели выпускника, модели компетенции выпускника, чтобы, ну вот, наши цифры с точки зрения успешности, производительности труда и доли ВВП у нас была выше на уровень там развитых стран, мы как-то там двинулись. Вот как, каково ваше мнение, в чем тут у нас основной разрыв и дефицит? Ну, давайте я так скажу, я много, во-первых, работаю со студентами и со взрослыми. Я где-то в год провожу, ну, 20 больших таких, ну, по-прежнему называем это играми или стратегическими сессиями, в которых люди пытаются общаться между собой, сидят за круглыми столами, значит, и должны прийти к каким-то там своим согласованным коллективно-групповым ну там решениям, целям, задачам и так далее. И я вам хочу сказать, что и студенты, и взрослые не умеют схематизировать, они не умеют находить свою позицию в большом мире, не умеют отражать этот мир, они не понимают, какая структура этого мира, какая структура социально-экономических взаимоотношений в стране, они не понимают, какая структура социально-экономических или просто социальных взаимоотношений в коллективе, они не могут это выразить, они считают на калькуляторах, такое ощущение, что вся система образования работает просто в холостую, в трубу вылетает все, что происходит за 10 лет. При этом любой человек в любую систему деятельности может входить за 2-3 месяца, и ему не нужно для этого учиться ни 10 лет, ни 5 лет. Приезжают люди, которые не знают русского языка, и в течение 3-4 месяцев устраиваются на работу в медицинские центры. Там проходит своя система подготовки, и они работают на тех сложных специальностях, на которых нам потом говорят, ну а как же, в медицине же нужно учиться 5 лет. Марина Михайловна, Максим, спасибо большое. Марина Михайловна, у нас знаете... Модель компетенций... Существует в той деятельности, в которую входит человек очень быстро, и он быстро осваивает маленькие компетенции для подключения на определенных местах в цепочках работы. А базовые принципы, которые ему нужно освоить в школе или в университете, они выглядят как работа по схеме деятельности. Схематизация ситуации, рефлексия ситуации, понимание или непонимание ситуации, умение войти в коммуникацию с другим. И дети, и взрослые, и студенты просто отказываются разговаривать друг с другом, не хотят. Они молчат, когда сидят вместе. Спасибо, Максим, за ответ. Вот то, что мы видим. Да, благодарю. Максим, если есть такая возможность, я бы попросила вас, вот вы наверняка видите чат, дать ответы на вопросы в чате, чтобы мы сейчас не занимали оставшееся время дискуссии. Коллеги, я должна сказать, что у нас есть достаточно существенные изменения в программе нашего трека. По объективным причинам у нас не будет двух докладчиков. Вот Максим анонсировал, что следующим идет Павел Лукша, его, к сожалению, не будет. Ну, это объективная ситуация, изменить ее мы не смогли. Это объективная причина. Поэтому я с удовольствием передаю слово, помня, что у нас после выступления спикеров будет еще время для панельной нашей дискуссии. Татьяна Михайловна, которая тут с нами включится в работу, мы попробуем с ней подвести итог двух треков и ваших вопросов и того содержания. Поэтому, Максим, мы сейчас передаем слово следующему спикеру. Если вы можете, ответите, пожалуйста, на вопросы. Там, как всегда, наши коллеги, наши участники конференции молодцы. Там идут очень содержательно, очень глубокие вопросы. Я думаю, вам тоже будет интересно вступить в дискуссию с участниками. Я с вашего разрешения, коллеги. Спасибо. Я еще раз хочу всех поблагодарить. Спасибо.